Ну что, друзья, всем привет, добро пожаловать на новую рубрику свиданий, которую вы все так сильно ждете, ее давно уже не было, кстати. Сегодня у нас в гостях будет гость, которого вы, наверное, знаете, возможно, не знаете. В любом случае, вас с ним познакомлю, поэтому не стоит переживать. Сегодня у нас строится здание для своей девушки, но сейчас я с ним встречусь, и вы все сами узнаете. Поехали! Здорово, Никит! Привет, привет, привет! Ну что, рассказывай, как у тебя дела? Что с вами планируешь? Так, ну все прекрасно, я планирую нежданчик, что-то такое свидание. Вообще, расскажи, это твоя девушка или кто? Или пока что нет? Пока еще нет. А, пока еще нет. То есть сегодня, друзья, в этом ролике кто-таки может стать девушкой Никиты, мимимишки. Ну, я думаю, 100% станет, потому что мы с тобой сделаем все настолько круто, и это все будет настолько резонансно и масштабно, все это увидят, и, ну, 100% чувак, все пойдет по плану. Я говорю, ты уже с цветочками, да? Да. Блин, прикольно. Давай. У меня она, я попытался ее как-то позвать, как-то привлечь внимание, но никакой дачи совершенно. Алло, она тебе динамит, да? Просто дико динамит. Я прощу от внимания, ну, блин, это просто трэш. Блин, это обидно. Итак, у меня есть небольшая идея, ну, как, даже небольшая. Давай, рассказывай, а я если что, тебя подстрахую. Она сейчас находится на съемках, и я хочу ей сделать свидание, о котором она не будет свидать. А, то есть внезапное свидание, да? Внезапное свидание, да. Поляна огромная, накроем стол. А, лол, ты хочешь, типа, внезапно стол ей накрыть? Внезапно все, да. Жесть. Позвать, допустим, куда-нибудь просто навстречу, так встретиться, и это будет такой... Все, чувак, все, чувак, я уже придумал за тебе идею. Короче, спрашиваешь у нее, где она находится, мы с тобой приходим, и просим двух моих друзей, чтобы они вынесли раскладной стол, стульчик. Вау. Да-да-да, и мы это все прям на месте с тобой накроем. Это, я думаю, будет вообще жесть просто. И внезапно появишься ты, и как это такое? Это суперидея. Просто жесть. Мне очень нравится. Она находится на ВДНК. Кстати, заметил то, что у нее большие проблемы с телефоном, у нее он разбит, не работает полэкрана, и я сделал вот небольшой... Ты ей купил телефон? Да, я ей купил телефон. Покажи. А это Android или iOS? Это iOS. Я сейчас охренее, если это будет iPhone XS Max. Я буду в шоке, короче. Это iPhone XS Max. Сегодня, да. Ты сколько стоил? Я взял за 75, тут просто гигов, всего 64. А, 64 гига? Да, всего 64. Просто бесит, что мы сегодня можем перейти через этот переезд. Я задолбал. Каждый раз меня задолбали. Так же меня задолбали эти поезда. Оручь, ребят, лучше в тут танки ездили. Кстати, а нахрена здесь танки, когда в War Thunder есть и танки, и флот, и самолеты, и все есть в War Thunder? Коничива. Друзья, в военном экшене War Thunder теперь доступен императорский флот Японии. Познай всю мощь первых тяжелых крейсеров в игре, огромных, как Годзилла. И пройди путь от классической техники до сверхсовременных боевых машин. В War Thunder нет этих поездов, которые меня так сильно замучили. Там сотни танков, самолетов, кораблей и вертолетов разных наций. Ты можешь прокачиваться и изучать новые технологии, настраивать внешний вид техники. Куча крутых скинов, которыми ты можешь выделиться на фоне других игроков. Начни участие в масштабных сражениях сам или с друзьями. Ведь в War Thunder началась глобальная мировая война с историческими битвами по всему земному шару. Просто выбери точку на глобусе, вступи в схватку и измени ход истории. Получай награды и достижения за победы, и не трать время в очередях. War Thunder запускается мгновенно. А топовая графика и реалистичный звук позволят тебе с головой окунуться в кинематографичные баталии. Забудьте о поездах, друзья, качайте War Thunder бесплатно по ссылочке в описании и получайте от меня крутые бонусы. Я арендовал, чтобы мы с тобой поехали. Хера себе у тебя. Да, чувак, я подготовился, теперь я буду в белой рубашке всегда на свиданиях. О, нет. Я реально очень сильно подготовился. Это просто бомбически, я не могу. Я тебе в конце предлагаю закопать айфоны, чтобы она его находила. Закопать айфон? Да, 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 закопать айфон. А ты уверен в том, что она его найдет? Мы какую-то карту составим. А, тогда... Круто? Это просто... Огонь, огонь, друзья. Огонь, реально огонь. Огонь, друзья, ставьте прямо сейчас лайк. Подписывайтесь на канал за такие крутые идеи, которые сегодня у нас будут в ролике. Примерно через месяц, 23 числа, это день рождения канала. И наша цель собрать 5 миллионов подписчиков, друзья. 5 миллионов. Недостижимая цель, но вместе мы достигнем, потому что контент выходит просто огонь. Огонь же? Огонь. Все, погнали на ВДНХ. Мы закупили уже реквизит. Сейчас покажем вам, что у нас есть. Давай начнем шампанское. Это шампанское. А расскажи сразу, почему безалкогольное, кстати. Безалкогольное? Вообще-то да. Очень жаль. Здесь будет храниться, собственно, наше шампанское. Специальное ведерко даже купили, заморочили. Дальше у нас стол. Стол у нас, вот, ребят. Это стол, который вынесут наши официанты. Официанты скоро подойдут, а мы их уже позвали. Они соответствующие оденутся. Будут очень красивыми. В костюмах. Конечно, в костюмах. Посуда, печи, тарелки. Все будет внезапно для нее, неожиданно. Она должна охренеть. Где она сейчас? Уже все готово, чувак. Уже все готово. Я сейчас позвоню и спрашиваю. Обязательно, обязательно звони, спрашивай. А я пока покажу, смотри, что так вот сделаем, короче. Пам! Это те ребята, которые сегодня тебе будут прислуживать. Как раз это. Не прислуживать, просто помогать, на самом деле. Это наша группа свидания быстрого реагирования. Эти ребята, когда мы высадим девушку Никиты, сразу же к ней подбегут, разложат вот эти вот столики. У нас, кстати, есть еще пицца. Они поставят на стол пиццу вот такую вот. Почему купили такую дешевую пиццу? Заказывали карбонаро, я купил карбонаро. Мне так кажется, такая пицца стоит 100 рублей. Кстати, ребята, она лежала в машине очень долго. Видимо, она уже приготовилась. Потрогай, Никит, как думаешь? Она дико горячая, она точно готова. Я думаю тоже, что она... Уже аж поджарочкой. Да, 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 уже даже подгорела снизу. Реально. Ну, давай эту рубашку не ты наденешь, а вот как раз. А, ну хорошо. Другое дело, другое абсолютно дело. Я узнала, где сейчас она находится. Она находится вправо от ВДНХ. Я вас прошу, пожалуйста, это надо сделать все очень быстро и четко. Как можно скорее не облажайтесь. Итак, друзья, у нас сейчас возникла небольшая проблема. Мы пришли на место, где по сути сейчас должна быть Ульяна, но ее ни хрена нет. Ее нет, мы пришли на место. Она сказала, что она тут, около проката велосипеда. А вот, кстати, закрытый прокат, она это имела в виду, прокат? Ну, скорее всего, да. Ну, это справа от центрального входа, в принципе, находится. Там центральный вход. Ну, это прям тут, но ее нет. Ну, я не знаю, вот правда, что делать. Ну, я просто думаю реально забить на это все, потому что, ну, зачем? А, в смысле, не, не, стой, мы уже все подготовили, зачем забивать? Ну, если не хочет человек, зачем? А, с чего ты взял, что не хочет? Может, она просто реально в другое место пошла? Чувак, что ты не хочешь? Ты реально не на все, не переживай, все будет хорошо. Ты понимаешь, что все будет нормально, все будет хорошо? Давай, открывай телефон, звони. Реально, звони, чувак. Все, чувак, и так, тысячи, тысячи, тысячи. Смотри, какая компания собралась, реально, и тебя все поддерживают. Ладно. Ну, давай, давай. Алло, да. Алло, а где ты? Я не разговариваю в входа. Ты же сказала, что ты около входа в ДНХ. Я тебе давно потом сказала, я уже ушла оттуда. Класс, ну вот. А я, я тебя стою, уже тут ждут 30 минут, тебя нет. Ну, выходи сюда, давай. Хорошо, сейчас подойду, и, блин, реально, хватит уже бегать. Это реально какой-то детский сад. Я уже задолбался. Ты меня постоянно сливаешь. Ты постоянно меня динамишь, я задолбался. Все, хорошо, сейчас подойду. Как ты на него наехал, чувак? Это нормально. У тебя как будто бомбануло конкретно сейчас. Все нужно сделать оперативно. Смотри, ты с ней встретишься, немножко с тобой пройдемся. Они будут ждать за воротами и сделают весь фарш, короче. За теми воротами? Ну да, 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 за теми воротами. Все, хорошо. Все, погнали, короче, с Богом. Смотри, если что, тогда просто снимаем влог на мой канал. Чтобы она ничего не подумала. Просто, все понял. Просто влог. Привет! Ну, привет. Привет, Декстер. Ты же не прав, если мы влог поснимаем? Нет, на здоровье, конечно. Мы с вами просто встретились, решили в парке поснимать франки разные. Всем привет! Да, можешь поздороваться. Ульяна, очень приятно. Приятно это. Блин, понимаешь, я сначала подошел к этим велосипедам, потом я подошел. Ты сказал, чтобы мы встретились у главного входа на ВРНХ. Верно? Да. Я продала тебя там 30 минут, я гуляю по парку, это нормально. Я пошла в МАК покушать, что не так? Я устал. Да не, ребята, это все нормально, чувак. Забей, что ты устал? Сейчас мы идем к центральному входу в парк. Надеюсь, что ребята уже наготове. Еще будет финал, друзья, поэтому обязательно до конца досматривайте. Там будет айфончик сегодня у нас. Вот мы и около входа. Я предлагаю сейчас здесь что-нибудь записать. Вы не против? Конечно. Я только за. Смотри, короче, идея такая. Просто сейчас... А, ладно, мы придумаем идею, потом... Короче, погнали. Здесь просто самое людное место. И мне именно здесь нравится, знаете, кто-то снимает, кто-то записывает. А в чем смысл пранка? Это... Себе. Так. Мы бегу уже более двух недель, и... Наконец-то я смогу сделать это и... Сделать неожиданное свидание. Ты шутишь сейчас? Нет. Ну, это на самом деле не шутка. Что это? Ну, смотри, на моем канале есть рубрика со свиданиями, и сегодня вот этот вот твой друг решил устроить его тебе, для себя. Господи, вы издеваетесь? Без, вы че, блин, натурели? Вот, смотри. Вот, уже все готово. Видишь, охранники тоже снимают в этом видео. Что происходит? Вот так вот. Ты серьезно? Господи. Иди сюда, я тебя обмухать. Ты моя зая. Блин, ну это мило? Это нереально мило. Это просто нереально. Понимаешь, я человек очень романтичный и люблю романтику, в принципе, но ни разу в жизни такого не было, чтобы кто-то... Сделал такой нереальный сюрприз, это просто ничто. Видишь, чувак, ты сделал реально крутой сюрприз. Слова тебе. Как тебе пицца? Как долго ты это готовил вообще? Я около двух недель. Обалзеть, просто. Я постоянно тебя звал, я постоянно тебя приглашал, но ты всегда отказывалась, я, блин, ну я уже потерял все надежды. У меня дела были, это нормально, блин. Господи, если бы я знал, и ты все это каждый раз, когда звал, у меня был готов, что ли, это сделать? Да, и в итоге я решила сделать. Это неожиданно. Смотрите, как на вас люди смотрят, кстати. Позвольте. Позволяю. Господи, пожалуйста. Яйцу обязательно наложи прям побольше пиццы. Почему ты руками это делаешь? Другой дел. Да нет, чувак, ну это непрофессионально, как минимум. Нужно залпом просто. Это детское шампанское? Если что, залпом оно выпьет. А зря. А мы... Не-не-не, мы буквально еще пару минут. Куда мы поедем? Хорошо, хорошо, хорошо. Все, у нас, короче, охрана выгоняет. Давайте с вами просто сторик перенесем немножечко подальше, окей? Не-не, не обидно, мы сейчас перенесем сторик и дальше продолжим диалог. Давайте я помогу тогда. Охранники просто после времени, ну, на дупы неадекватные. Никогда не любили. Они просто не любят блогеров, серьезно. Так как тебе, Ульяна? Супер, но охранники все испортили. Я вообще не представляю. Это было неожиданно? Да, это было очень неожиданно. Я не знаю, что никто такого еще мне ни разу в жизни не делал. Короче, все через жопу, чувак, но я думаю, нормально. Я думаю, нормально, у тебя еще айфон. Не забывай. Хорошо, да. Все нормально, все нормально. Вы, ребят, к себе внимание привлекаете очень активно. Вы находитесь в центре Москвы. Вот у этого парка. Вон, на вас все, короче, смотрят. Я давно хотела сказать то, что ты мне очень давно нравишься. И когда я тебя первый раз увидел, я понял то, что я готов вводить тебя в кино. Я готов устраивать какие-то встречи. Да блин, вот ты сейчас смотришь на это все и понимаешь, на что я готов просто. Вообще, я плакать не просто. Я сейчас заплачу, реально. Привет, мама, я тебе покажу, правда. И папу, и дедушка, и бабушка, всем просто. Опять охрана нам мешает снимать ролики. Увидите себя во влоге, спасибо. От нас прогоняет охрана. Я предлагаю поехать еще в одно место. И там тебя ждет еще один сюрприз. И я уже не знаю, что этого человека ожидать просто. Больше этого. Нет, я тебе скажу, там сюрприз еще круче, чем этот. Еще круче? Еще круче, чем этот, да. Это будет очень крутой сюрприз. Это будет однозначно крутой сюрприз. Кажется, я не удивлюсь, если он меня замуж позовет. Что там мне иди. Я сейчас не знаю, сделать на это или нет. От него можно ждать все, что угодно. Вот что, что, но надеюсь, что замуж тоже не позовет. Я так, конечно, все понимаю, но... Черт. Самое интересное, мы готовим самый эпичный сейчас, вот самую эпичную концовку, которая вообще могла бы быть. И что? И нам сегодня помогают вот эти ребята, потому что... Потому что нам нужно надуть около ста шариков. Надуем шары. Смотрите, богатый школьник Аким, стакан, гавеллер, какие-то люди непонятные. Я думаю, мы так с тобой вправимся намного быстрее. Спасибо большое, Егор, за то, что позвал столько народу, которые сейчас помогают, это все делают. Я просто безумно... Да не за что, не за что, братан. Петюнечку. Огонь, мы справимся, и все будет круто, ребята. Мы сейчас делаем из шариков вот такую вот огромную змейку. Прямо до конца вот того дерева, вот того шикарного дерева. Дина, что бы ты сделал, если бы тебе подготовили такой сюрприз, и подарили бы в конце айфон настоящий. Я не знаю, блин, Егор, я бы сказала спасибо, это неприятно. И все? Да, спасибо. Жесть. Расскажи, как ты мне спасибо говорила. Ребята, очень спасибо вам огромное. Смотрите, как у нас уже все круто получается, это огромное. Ну, хотя, пока что, конечно, не идеал, но посмотрите, сколько шариков мы надули. Это просто охренеть, друзья. Лайк за это, друзья, и подписывайтесь на канал. Нажимайте на красную кнопку. Мы для вас реально очень сильно стараемся. Огромной командой, каждый пришел сюда, чтобы помочь нам надуть эти 150 шариков. Тупо ради контента, друзья. И поэтому подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас. Я больше всех вообще работаю, но все отдыхают. Да, реально. Да, конечно. Ну и что, мужики должны работать, как? Молчи. Ничего себе. Молчи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, смотрите, что сейчас будет. Есть подарок для Ульяны, который мы уже подготовили. Это айфон в том дереве. Вон там вот, друзья, вон под тем деревом. Сейчас мы... Вот, сейчас его закапывают как раз уже. Да, она пройдет, ребят, вот по этому пути. Будет идти вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И она будет лопать каждый шарик, потому что я ей скажу то, что в каком-то из этих шариков что-то находится, ее подарок. Но нигде, ни в каком шарике ничего не будет. Она дойдет этой стрелке и поймет то, что... Подарок, ребята, вон там. Подарок, вон там. Давай, Никит, потрудись над этим. Да, огонь. Ну, в принципе, его не видно, да? Что ж, я все закопал. Настало время звать Ульяну. Все, друзья, готово. Кто не понял, мы попросили немножечко Ульяну погулять в полтора часика, а сами поехали все по пасту делать, чтобы все сделать быстро. Нам и помогли наши друзья. Спасибо им огромное. Я считаю, что они нам... Типа, без них бы мы вообще не справились. Никак. Ты написал, куда подойти сейчас? Конечно. Через сколько будет? Через где-то минут 20. Я думаю, она будет в восторге. Я надеюсь. Чувак, она подходит. Я вижу. Удачи. Спасибо. Мне тоже удачи. Привет. Привет, Ульяна, да, съемка, конечно, продолжается. Вот такие вот зланы. Давай рассказывай, рассказывай. Все, еще ходишь с букетом. Да, кстати. Почему ты с ним до сих пор ходишь? И где твои вещи? Он сказал мне гулять по Москве целый день. И, естественно, мне стало очень скучно, и меня забрал мой папа. А, тебя папа привез сюда что ли? А, потому что, ну, блин, с тобой не находишься в текси. А, он тебя ждет. Он тебя ждет. Да. А, ну все, тогда не будем его задерживать. Пойдемте быстрее. Ладно, пошли. Пойдемте. Ну что, как тебе? Это что? Никита, расскажи, что это. Чего ты в стороне-то встал? Стоишь в стороне, такой, так скромно. Ты же готовил. Да, я готовил. Смотри, в одном из этих шариков спрятан свой подарок. И должна идти лопать каждый. Вот так много. Вот такая вот есть у нас иголочка. Держи. Готова? А ты готов? Я готов. Психологически настроен? Настроен. Ладно, погнали. Так, здесь ничего нет. Смотри очень внимательно. А это мелко? Узнаешь, узнаешь. Это возможно что-то мелкое, возможно что-то крупное. Боюсь, я туда крупное не поместится. У меня есть этот труд просто. Вот так нас маркут. Так. Так. Давай я пока букет подержу. Так, мило. Джентльмен. Джентльмен. Такой джентльмен. Это что? Получается. Это, ну как ты думаешь? Стрелка. Это стрелка, которая показывает. А, вот там дерево. Я вижу. Харик, красный, полосонок. Да? Да? Да. Я догадалась. Ууу. Ай, ай. Так. Ничего нет. Лопата. Лопата. Мне кажется, да, лопата. Я это лопата? Начать тебе маленький подарок, если есть целая лопата. Вы мне сегодня с утра, когда мы увидели, говорили, что вы пранки снимаете? Пануть решили? Нет, мы тебя не решили обмануть. Мы тебя разыграли. Ну как тебя вообще? Лопата? Не, ну вообще в целом. Мне ужин очень понравился. Даже это опел. А лопата? А лопата? Лопата. Я вот закопаю. Да, какая-то лопата. Может, ты ее попробуешь как-нибудь использовать? Не знаю. Ее можно как-нибудь использовать здесь, как ты думаешь? Что это у нас такое? Не знаю. Очень странно. Не знаю, то ли это место. Без понятия, если честно. Только копай, пожалуйста, аккуратно. Да, Никит? Да. Ну... Нет, 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 не надо. Не копай. Я тебе говорю, Ульяна, аккуратненько, аккуратненько копай. Ювелирно копай. Не, ну не настолько. Это было чуть не так, как мы думали. Но вроде как... Убала нам пока пошить 7 минут и 2 хотя бы. Ты очень херово закопал, чувак. Это отвратительно просто. Это отвратительно. Я тебя потом прибью после этой съемки. Серьезно? Ну, это у него спрашивай. Это айфон? Короче, ты постоянно мне говорила то, что у тебя проблемы с телефоном. Он постоянно лагает. Ты не можешь никак никому написать. И это просто жесть. И я решил подарить тебе новый телефон. Это, кстати, айфон Аксесс Макс. Вы сумасшедшие, что ли? Можно открыть? Конечно, я... Это же твой телефон. Ты можешь его открыть. Я не могу поверить. До сих пор. Ты так долго его открываешь. Ну, хватит его уже открывать. Пожалуйста. Сделай это быстрее. Зачем? Он же такой дорогой. Ты такие большие деньги на это потратил. Ты мог себе что-то хорошее купить. А что мне-то? Лучше так. Коротко и ясно. Лучше так. Ульяна, ты сейчас понимаешь, что мне только в кайф это все делать. Я буду это все делать только ради тебя. Я потрачу хоть сколько угодно, но я готов сделать только ради тебя. И ты будешь моей девушкой. Ты мне очень сильно нравишься. Правда. Я тебе очень сильно с него как друга. И ты такие подарки шикарные сделал. Тише, тише, тише. Вот мы с тобой уже очень много и долгое время общаемся, да? Ну. Ты же знаешь, что у меня есть парень, да? Да. Чего? А, то есть нет. Что? Чувак, в смысле у тебя парень есть? Да, есть парень. А сколько вы встречаетесь? Уже год. Чего? Чувак, а почему ты мне об этом не сказал? Я знал. В смысле, б***ь, ты не знал? Да, конечно, ты не знал. Как? Я не знал. Ладно, на самом деле я знал, но я думал, что после этого всего она сможет уйти ко мне. Это жесть. Зай, правда, это очень дорогой подарок, но типа я не заслуживаю его. Да, да. Ну это херня, чувак. Типа дарить подарок, потом его принимать назад. Это реально херня. Бери, пожалуйста. Ну возьми. Ты понимаешь, что это огромные деньги, и ты просто их тратишь вот во что? Но ты готов это вкладывать буквально вот никуда получается? Да. Потому что ты мне очень цена как подруга, и я готов вкладывать. Да, подержи камеру. Что за хрень? Я не понимаю, почему он мне не рассказал. Никит, можешь подойти? Нет, почему ты с самого начала не сказал, что у него есть парень? Мы бы с тобой другое всегда не придумали, более какой-то... Ну это, 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 нет, ну это херня полная, чувак, кажется. Знаешь, Егор, я с самого начала думал то, что у нас ничего не получится. Но все равно я хотел еще раз напомнить ей о своих чувствах. И еще мне очень нравится твоя рубрика. Блин. И этот день для меня был очень важный, и я кое-что понял для себя. То, что... Что? Что ты понял, скажи мне? Что? То, что дружбу лучше не портить отношениями. И я уверен, что мы с ней останемся хорошими друзьями. Ну, мне нечего добавить. Вы все сами видели. Если вам понравился этот видос, то обязательно ставьте лайки. Друзья, вам нужно нажать на эту огромную кнопку подписки. Ведь скоро день рождения канала. Ой, я знаю, кто мне в этом поможет. Это Гавеллер. Сейчас он... Сейчас он... Подпишись, блядь! С***, я блядь! Подпишись, я тебе сказал! И подпишись, я найду! Ёбью, блядь! Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки. С вами был Декстер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok